17 марта 2014 года Верховный Совет Республики Крым, руководствуясь результатами общекрымского референдума, принял решение о провозглашении Крыма независимым суверенным государством. И 18 марта заключил международный договор с Российской Федерацией о вхождении в ее состав. В итоге на нашей карте появилась Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Прошло три года и время показывает верность этого исторического значения. Для многих ярославцев Крым действительно наш. Мой собеседник Игорь Емщиков, общественный деятель и председатель регионального отделения общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана». И с ним мы поговорим именно о воссоединении Крыма с Россией. Игорь Алексеевич, вечер добрый. Расскажите, Ярославль присоединился к общероссийской акции на Советской площади. Прошло большое мероприятие «Севастопольский вальс». Какова реакция? Ну, реакция людей на сегодняшний день, по сути, праздничный день, она, собственно, была на лицах людей. Было очень приятно видеть, что те задачи, которые мы ставили перед собой, те идеи, которые мы воплотили сегодня в жизни, они решились, и мы увидели отклик людей. И взрослые, и молодые люди, и совсем дети, они достаточно хорошо восприняли то, что творилось на Советской площади, в других точках сегодняшнего дня. И мне кажется, вот с точки зрения удовлетворения от сделанного, задуманного, оно, конечно же, есть. Меняется ли реакция людей вообще, как 18 марта, это обычная дата для ярославцев, жителей нашей области, либо это какое-то особое событие? 18 марта этого года наполнено таким совершенно новым эмоциональным содержанием. Когда от неких посылов, чтобы убедить себя, других, что теперь это Крым наш, и мы никому никогда его не отдадим, свершилось то, что должно было свершиться, то теперь этот вот день наполнился вот этими эмоциональными красками радости, красками какой-то эмоциональной, не знаю, телепатической связи с крымчанами, что мы с вами, мы так же радуемся вашему событию, потому что то, что сегодня там было в Крыму, ну это просто не писать словами. Поэтому вот эти изменения, они есть. Они есть и меняются, я не знаю, как будет в следующем году. Может быть, с какими-то годами вот эта эмоциональность, она утратится, но вот это чувство единения, что мы все вместе, оно естественно останется. И мне бы хотелось все-таки, чтобы вот эта эмоциональная составляющая, она не уходила. Ну, возможно, идет, но мне бы хотелось, чтобы она оставалась. Спасибо, Игорь Алексеевич. О том, как в Ярославле отметили третью годовщину воссоединения Крыма с Россией, мы говорили с гостем студии Игорем Емельщиковым, общественным деятелем и председателем регионального отделения общероссийской организации Российский союз ветеранов Афганистана.